Приветствую вас! Первое, что хочу спросить, почему вы считаете, что у вашего старшего сына медицинская проблема? Почему вы считаете, что у него именно что-то медицинское? Вот. А с чем это связано? То есть почему вы считаете, что крики, крики, да, это вот что-то по медицинской части. Вот. Пока что все очень похоже на то, что ваш сын просто, старший я имею ввиду, просто использует вас, для получения, собственно, того, что ему, ну, того, что ему нужно. Вот. И как бы вот с чего вы решили и взяли, что у вашего сына проблема медицинская, для меня заказка, если честно. Дальше, что мне бросилось в глаза, очень сильно бросилось в глаза, это то, что вы, на мой взгляд, как бы, ну, забиваете, по сути, на своего старшего сына. Орадует, говорит, типа, ну, орёт и орёт, пускай орёт, что я могу сделать, вот, типа, меня беспокоит, э-э-э, ну, младший, младший, младший сын. Вот. Что делать с младший сын. И это в корне деструктивная позиция, вот, потому что, э-э-э, поскольку нет никаких оснований, а-э-э, полагать, что у вашего старшего сына медицинская проблема, а-э-э, есть те, основания, полагать, что у него проблема психологическая, вот, и связана эта психологическая проблема с тем, что у вас нет границ ответственности, то есть вы берёте на себя слишком много ответственности, вот, и требуете от себя, соответственно, больше, чем нужно, тем самым оставляя сына абсолютно без какой-либо ответственности самостоятельно за свои действия, за свои поступки, вот, то необходимо работать с вами, необходимо работать с чувством вины, которая у вас имеет место быть, вот, для того, чтобы, э-э-э, вы смогли выстраивать, э-э-э, со своими детьми адекватные отношения. Вот, пока что вы, э-э-э, судя по описанию, э-э-э, боитесь очень сильно, э-э-э, боитесь, э-э-э, ошибки, вот, э-э-э, пока что, э-э-э, по описанию, э-э, у меня есть предавление, что вы очень, э-э-э-э-э-э, очень серьезно себе не доверяете вы, и вы хотите, ну как-то вот, образно говоря, отношения подчинить в каком-то, в какой-то схеме больше, вот, а это, я бы сказал, так вот не работают, вот, понимаете, то есть не работают воспитания, да, по схемам, вот, детей воспитывают все-таки ориентируясь больше на себя, вот, ориентируясь больше на то, что происходит с родителем, на то, что чувствуют родители, вот, а не на схемах, ну, понимаете, на, не на схематичную какую-то историю, вот, а мне кажется, это очень важный момент, вот, потому что он напрямую влияет, напрямую влияет на то, что вы ощущаете, да, на то, как вы ощущаете себя, вот, вот, такая вот история, такой, ну, момент, здесь, вот. Дальше, значит, вы пишете, а, насчет старше, сегодня батарея на русское движение, а ория в целом старается брать вину себя, вину. Ну вот, конечно, хотелось бы спросить, а, собственно, вообще, о какой вине, вине идет речь, вот, почему вы, почему вы берете вину, вы говорите, что где-то не доработала, где-то не досмотрела и так далее, ну, так, может быть, потому что вы, вы, вот так вот стараетесь все по схеме делать у вас, и не получается ничего. Ну вот, потому что, ну, нет, нет, естественности, нет естественности, вот, а нет естественности, нет естественности, нет, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот именно опыт мне нужен, понимаете, каждый штук. И мне кажется, что вот на это вам желательно обратить своё внимание. То есть почему вы игнорируете, допустим, свой собственный опыт? Да? Почему? Почему вами игнорируется опыт, вот именно, ну именно ваш, именно ваш опыт, почему игнорируется? Для меня это, на самом деле, скорее вопрос. Вот. Вероятно, что ребёнок, он просто вот не получает от вас того внимания, которое ему нужно, вот, в результате именно такого довольно шаблонного, я так понимаю, поведения. И он, как умеет, пытается привлечь ваше внимание. Вы внимание это обращаете, но вы делаете это чувством вины. И ребёнок, он в это, конечно, ну он реагирует на это. Вот. Таким образом. Вот. И, к сожалению, ну, хорошего в этом нет ничего. Для вас, по крайней мере. Вот. Поэтому, тут нужно разбирать. Разбирать вашу модель, важную модель поведения с детьми. Вот. Ибо, что-то здесь, на мой взгляд, не так происходит. Вот. Как вы, вот, берёте ответственность за действие ребёнка. Вот. Ну и дальше, собственно, происходит что? Дальше вы пишите о том, что меня волнует, как на это будет реагировать младший, да? Что младшего, по сути, будет. Вот. И он дергается, и вас это беспокоит. Вот. Вы знаете, если вы, допустим, вот, серьёзно, если вы перестанете, к примеру, винить себя, да? Вот. А если вы начнёте брать ответственность и позволите вашему сыну так же, так же, вот так же её брать, да? Вот. То ситуация-то, она, в принципе, может нормализоваться, потому как ребёнок получит четкие границы того, что, например, можно и того, что, например, нельзя. Да? Вот. И ситуация может улучшиться. Ситуация может стать гораздо лучше. Вот. Ну, а это, опять же, только при условии, если вы готовы, вот, непосредственно, да, что-то менять. Вот. В своём поведении. Так. Значит. Стараюсь не любить. Так. Ну, вот, меня волнует. Не будет ли он подвергать такому воздействию и ежедневно заикаться или иметь иные проблемы в будущем? А, нет. Ну, смотрите, какие-то проблемы у него, конечно, будут. Такое, вряд ли, бесследно пройдёт. Давайте всё-таки, ну, как-то здраво смотреть на вещи. Да? Вот. Другой вопрос, что вы уже, ну, что вы уже сейчас можете этого не допустить. Не допустить. Не допустить. Вот. А тут, в принципе, вопрос зависит в общем, понимаете? Вот. Поэтому, если вы не хотите, а чтобы такая ситуация была, ну, вот, то, ну, необходимо вносить, значит, в коррективы, соответствующие и всё будет нормализовываться. Вот. Совершенно необязательно рисковать здоровьем своего младшего сына и потом там, грубо говоря, лечить его заикание или ещё какие-то, ну, какие-нибудь возможные проблемы. Вот. Совершенно необязательно. Так что это, опять же, вы здесь не хотите, вот, такое впечатление, да, что вы не хотите работать с причиной, да? То есть, как будто с причиной вы уже смирились. Вот. А ГП работает только со следствием. Вот. Ну, на мой взгляд, это крайне деструктивная история. Вот. Там, на мой взгляд, это крайне негативная позиция. Вот. Потому что искусственно ограничиваются возможности человека. Вот. И мне кажется, что это, ну, совершенно недопустимо. Вот. Отдельно я хочу спросить про, наверное, отца. Ситуация, я так понял, два мальчика. А если, если у вас два мальчика, то где отец? Им объективно нужен отец мальчикам. Вот. Без отца, ну, ситуация будет довольно такой, ну, печальной без отца. Ну, один отец или мужчина, который смог бы, значит, направить мальчиков в необходимое русло. Вот. И показать им, именно, с мужской точки-точки зрения, как, что должно быть. Ну, или как может быть и может быть, к примеру. Вот. Потому что, ну, вот, вы мальчика и вы не можете, вы не можете, как бы, всего. Вы понимаете, всего-всего. Вот. Поэтому тут, на мой взгляд, не совсем понятная ситуация, не совсем, ну, понятны ваши действия. Вот. И не совсем не знаю, так сказать, организации этого процесса. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.